Веками у людей складывались стереотипные представления об образе мужчины и женщины, а также их взаимоотношений. Что делать, если эти самые стереотипы так существенно влияют на личную жизнь и жизнь внутри семьи? Веками у людей социальные стереотипы, так называется тема нашей программы. И я с большой радостью приветствую нашу гостью Людмилу Федоровну Верлан, психолога и специалиста по семейным отношениям. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Я очень рада, что мы в рамках этой программы можем поговорить о стереотипах. Действительно, это очень серьезная и важная тема. В психологии стереотип под стереотипом понимается нечто устоявшееся, какой-то устоявшийся взгляд на что-то или на кого-то. Нередко этот взгляд является шаблонным или вовсе ошибочным. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие социальные стереотипы наиболее опасны в нашем обществе? Я с вами согласна и с тем определением, которым вы сейчас озвучили, я тоже согласна, но хотелось бы все-таки добавить еще определение профессора Ильшанского, который говорит о стереотипе как о стереотипе, схематизированной, упрощенной, уплощенной, обычно ярко-эмоционально окрашенном образе какого-либо социально-политического объекта, явления или процесса, обладающего значительной устойчивостью, но фиксирующего в себе лишь некоторые, иногда несущественные черты этого явления. Иногда определяется как неточное, иррациональное, чрезмерно общее представление. В широком смысле это традиционный канон мыслей, восприятие поведения, шаблонная манера поведения. Поэтому вот даже исходя из этого определения, мы можем сказать, и действительно это так, что стереотип сам по себе опасен. Уже не говоря там о каких-то стереотипах менее опасных или более опасных. Опасно то, что человек приучается думать шаблоном, каким-то вот типажом, каким-то вот таким штампом. Потому что штампы, они опасны и в речи, если вот мы употребляем какие-то определенные какие-то слова. Штамп опасен в изречениях каких-то, тогда мы тоже какие-то определенные фразы штампованные употребляем. И тем более штамп опасен, когда человек, не думая, постоянно повторяет из поколения в поколение какие-то определенные стандарты или какие-то требования предъявляет. Оно, может быть, знаете, уже давным-давно оно все это изжило себя, уже оно не актуально. Но человек, привыкший мыслить вот стереотипами, он абсолютно не задумывается над тем, вот какого он действительно на самом деле. И это разрушает человека. И поэтому мне трудно выделить какие-то более опасные, какие-то менее опасные. Но хотелось бы просто обратить внимание на достаточно распространенные стереотипы, которые разрушают нашу жизнь. Может быть, вы обращали внимание на то, что очень часто девочка, у которой отец пьет, выходит замуж с алкоголика. Да, это так. Правильно ведь так? Да, это так. Почему? Когда вот девушку спрашивают, ведь ей надоел образ отца. Ужасно. Почему она выбирает себе в спутнике жизни точно такую же модель поведения и точно такую же строит семью, из которой она вышла? Казалось бы, нужно было бы десятыми дорогами уходить от такого, в общем-то, семейного уклада. Но может быть, ей привычнее этот образ поведения? Это и есть стереотип, который она впитала с самого-самого раннего детства. Она привыкла именно к таким взаимоотношениям. И очень сложно теперь найти какой-то другой тип взаимоотношений. Вот в этом и ужас, и как бы разрушительная сила стереотипа. Что человек привыкает к какому-то определенному типу поведения, типу восприятия, воспринимает какие-то определенные штампы поведенческие какие-то. И ему это привычно, и он даже не пытается выйти за рамки этого. То есть он игнорирует детали, порой очень важные. Совершенно верно, да, совершенно верно. И зачастую, как бы, разные поколения, они откладывают в мозгу ребенка определенную модель стереотипа, какие-то поведения, что очень опасно. И это повторяется из поколения в поколение. Маленький ребенок, еще, в общем-то, даже не умеющий говорить, он просто еще даже, вот просто он только научился сидеть там или стоять, в кроватке там или где-то в манежике, но он уже видит и впитывает в себя стереотипы поведения своих родителей. И вырастая, он повторяет то же самое. Вот это вот очень страшно. Потому что мы привыкли вот мыслить вот этими стереотипами, этими какими-то определенными вещами. И даже Рубин со своими коллегами сделал такие интересные эксперименты. Решили родителям посмотреть на додневных детей. Они ничем не отличались. Ну, вот, вы, наверное, знаете, да, в роддоме детки лежат совершенно одинаковые, вот так вот закутанные, замотанные. То есть, день еще абсолютно не отложил на детях какие-то, в общем-то, определенные отпечатки, да, какие-то. И вместе с тем, буквально все родители о девочках отзывались, что они нежненькие, хорошенькие, красивенькие, ласковенькие. Вот так описывали девочек. А мальчиков описывали, что они настороженные, они более сильные, и они сердитые. То есть, это было скорее ожидание родителей от детей, нежели отражение действительности. Это был просто обыкновенный стереотип. То есть, стереотипное мышление. Потому что родители, действительно, у них уложилось такое представление, что девочка должна быть такой, а мальчик должен быть такой. И хотя, действительно, что они абсолютно совершенно не отличались. И вот отношение родителей, оно и закладывает такое стереотипное потом мышление в жизни человека. Есть определенные стереотипы, которые действительно формируют семью. Вот такой стереотип такой. Например, стереотип. Моя семья должна быть не хуже, чем у других. И это опять-таки передается с поколения в поколение. У меня должно быть обязательно лучше, чем у других. Я буду из кожи вон лезть, но у меня в моей семье будет все самое хорошее, самое замечательное. Могу, я не могу, но обязательно, если у моего соседа дом такой, ты должен обязательно построить такой же дом. То есть, мои дети должны лучше всех учиться. То есть, очень много всяких таких вещей, которые просто разрушают семью. И дети тоже, они с поколения в поколение приучены к тому, что они должны вот именно любой ценой жить по указке. А что подумают люди? Это страшно, когда человек постоянно живет в соглядке на то, что о нем скажут другие люди. Это очень опасно. Ну хорошо, стереотипы – это плохо. Но я вспоминаю случай. Мы с супругой путешествовали по Северной Осетии и заехали в одно горное селение, где мы хотели купить горный сыр. Вы знаете, нам его не продали. И не продали только по той простой причине, что дома не было жены, хозяйки, которая этим занималась. Был отец, был ребенок, мальчик, была взрослая дочь. То есть, нас пригласили домой, накормили, но сыр не продали, потому что этим занимается только жена. Как быть, если стереотип является частью культуры? Ведь если человек выйдет за рамки этого стереотипа, он рискует оказаться в одиночестве, изолированном от общества. Ну, это правильно. Действительно, у каждого народа, у каждой нации есть свои собственные стереотипные представления об окружающем мире, о людях, о представителях другой культуры, о том, какова культура должна быть именно в этой общности. И опять-таки, мы знаем, насколько это бывает пагубно, когда в одно время американцы представляли русских, каких-то таких вот в ушанках, такие совершенно абсолютно незнающие, непонимающие, вообще далекие от цивилизации. Я сама присутствовала на одной из лекций, где лектор начинал говорить нам о том, что вы знаете, что перед этим нужно мыть руки, то есть явно давая понять, что он какого-то мнения вообще о нас и о нашей культуре. Это очень пагубно. Но опять-таки, давайте мы с вами разделим понятие стереотипы и какие-то определенные постулаты, какие-то традиции. Потому что стереотипы – это узость мышления, это штамп, а традиция – это веками устоявшееся какое-то правило, которое поддерживает определенные взаимоотношения. То есть не стоит путать семейные ценности и стереотипы. Это разные совершенно вещи. Вот именно и традиции. Есть традиции, которые именно сохраняют вот эти семейные ценности. Допустим, традиция у восточных, у кавказских народов почитать старших. Ну это же замечательно. Это замечательно. Замечательно. Или, допустим, постулат, что среди нас, среди взаимного общества, мы не говорим о гаремах и всем прочем, но в цивилизованном обществе считается, это нормально, что у мужа должна быть одна жена. Измена считается как нарушение каких-то правил и приводит к несчастью. То есть это не стереотип. Это традиция, это нравственные какие-то устои. Это хорошо. А стереотип это то, которое вообще напрочь не дает человеку думать и не дает ему возможность выйти за рамки вот какого-то узкого такого вот мышления. И оно передается, опять-таки, не задумываясь от человека к человеку, от семьи к семье. Я уже говорила. Вот есть вот так вот, независимо от того, что сейчас это приемлемо, неприемлемо. Или есть, допустим, стереотип о том, что, допустим, все по семейной линии, там, подсовской линии, допустим, должны быть медиками. Есть на это у ребенка способности или нет способности? И желания вообще. Если это желания вообще, нет, он должен быть медиком. Или, допустим, вот ко мне действительно приходил один молодой человек, он говорил о том, что он глубокая депрессия, ему очень плохо, он страдает по поводу того, что он гуманитарий чистой воды. То есть у него склонности совершенно к другому. Он математику на дух не переносит. Но так как в семье это было престижно, и считалось, что все мужчины должны быть экономистами, его заставили быть экономистом. Заставили учить не тематику, которую он терпеть не может. И вот он приходит ко мне на консультацию, говорит, что мне делать? У меня семья, я должен содержать семью. Но я каждое утро поднимаюсь на работу как на пытку. Потому что стереотипное мышление его родителей превратило его жизнь в кошмар. Я больше ничего не умею, кроме профессии экономиста, у меня больше ничего нету за душой. Я не знаю, что делать, не знаю, каким образом выйти из этого. А я понимаю, что дальше я так тоже уже жить не могу. То есть вот к чему приводит стереотипное мышление. Людмила Федоровна, а как быть, если в семейной паре одного из партнеров вполне устраивает социальный стереотип? То есть есть сугубо женская работа, которую должна делать женщина. Несмотря на то, что она работает, воспитывает детей, еще и должна какую-то роль дома выполнять. Да, конечно, есть такие понятия. Но опять-таки, если мы понимаем, что стереотип – это пагубно, нужно включить просто мозги. И если человек любит свою жену, даже если он вырос в такой семье, где папа не прикасался вообще ни к чему, но любящий муж, видя, что жена падает с ног, он возьмет и ребенка подхватит, может быть, и посуду помоет. То есть опять-таки это все зависит от того, насколько человек хочет мыслить или нет. Или ему проще жить по шаблону. И хочет ли он что-то изменить в своей жизни. Если он открыт переменам, изменениям, то, в принципе, это вот не так уже сложно будет сделать. Хотя стереотипы очень, конечно, такие вот тяжело изгоняемые вещи. Ну вот в том-то и дело, что вообще понятие стереотип – это нечто твердое и монолитное, какой-то такой вот глыба, какой-то отпечаток. Как человеку, устоявшемуся, который привык к этому стереотипу, более того, ему нравится это, как это преодолеть? Ну, опять-таки, для этого нужно желание в первую очередь. Очень нужно хотеть из этого выйти. Тем более, что у нас очень гибкий мозг. Да, он запоминает, да, он имеет какое-то такое вот чувство удовлетворения и удобство человеку удобнее так. Зону комфорта. Конечно, у него формируется, вот при помощи стереотипа, у него формируется такая зона, даже можно сказать, ленивого комфорта. То есть не нужно думать, не нужно просчитывать какие-то свои действия, можно просто плыть по течению. Потому что для тебя уже все продумали, за тебя уже веками как-то решили это, и больше ничего не надо делать. Если же человек хочет жить полноценной жизнью и понимает, что это плохо, тем более, что стереотип действует на человека как наркотик. В полном смысле этого слова. Точно так же, как человек получает удовольствие от наркотика, ему трудно от этого избавиться, точно так же, в общем-то, и стереотипы точно так же на него действуют. Потому что он расслабляется, ему не надо прилагать никаких усилий, потому что все уже продумано, все уже рассчитано. Если человек мыслящий понимает, что так нельзя, и что это пагубно, и что это ему вредит, и вредит тем людям, которые его окружают, он постарается, в первую очередь, с Божьей помощью, а во вторую, конечно, с помощью любящего человека вырваться из плена стереотипов. А что может любящий человек, собственно говоря, сделать для своего партнера, который находится, живет в стереотипе? В первую очередь, показать пагубность этого состояния и преимущество выхода из этого состояния. Потому что человек может чего-то хотеть и чего-то добиться, когда он видит преимущество. Если он не видит перспективы и нет у него мотивации, то, конечно, невозможно будет сдвинуть место. И будет этот монолит вместе с ним по жизни. А существуют ли стереотипы, которые в большей степени относятся к женщинам или к мужчинам? Вот можно ли разделить стереотип по половому признаку? К большому сожалению, да. И это тоже очень сильно калечит жизнь людей, потому что этот стереотип, он очень укоренился, и ожидая уже мальчика или девочку, родители уже себе рисуют эту картинку и потом пытаются в эту картинку втиснуть своего ребенка, который, может быть, он действительно совершенно абсолютно и не хочет быть таким или как бы не может в силу своих каких-то характеристик или темперамента быть таким. А родители, предлагая все возможное и невозможное, они пытаются все-таки его втиснуть в эти рамки. Типичный мужчина, как стереотипное мышление нашего общества, он должен быть агрессивным, должен быть предприимчивым. А что делать тому человеку, у которого от природы этого нет? Если он меланхолик или флегматик, и он не предприимчив, а что ему тогда делать? То есть очень важно понимать, насколько это пагубно, когда на человека вешают какой-то определенный вот такой вот эталон, которому он должен соответствовать. Он должен быть доминирующий, должен быть независимым, скрывающий эмоции, любить математику и науку. А если он гуманитарий, обращайте внимание, насколько это опасно. Обладает деловыми навыками, знает, как осваивать мир, легко принимает решения, самодостаточен, свободно говорит о сексе с другими мужчинами. Вот это же очень опасно. Потом стереотип, который касается всех мужчин, наверное, все мужчины это слышали, не плачь, потому что ты мужчина, об этом поговори, насколько это опасно. И еще, наверное, каждый из нас слышал, идет подбывший мужчина, и еле на ногах стоит, а ты меня уважаешь, да? Потому что существует такой стереотип у нас в нашем обществе, что уважение нужно заслужить. Человек уважаем не за то, что он делает, а за то, что он родился человеком. Это уже причина для того, чтобы его уважать. И уважение заслуживает даже однодневный младенец. Он уже заслуживает уважения. Это очень пагубный стереотип, который разрушает понимание, и очень важен. Но ведь это не популярный взгляд. Откуда такая концепция? Дело в том, что, я думаю, что мы поговорим об этом в рамках нашей следующей передачи, потому что у нас просто не хватает сегодня времени. Потому что нужно еще сказать о типичной женщине. Она должна быть тактичной, она должна проявлять расположение, она должна быть нежной, не использовать грубых выражений. Она должна понимать чувства других, она должна быть разговорчивой, она должна быть религиозной, интересоваться собственной нежностью, оценить искусство, литературу, сильно нуждаться в защите, быть аккуратной, в привычках, быть спокойной, сентиментальной, нежной и мягкосердечной. И опять-таки, все женщины разные, и невозможно, чтобы женщина одна имела весь комплекс вот этих замечательных качеств. Поэтому мне хотелось бы в завершение сказать о том, что мужчина любит не саму женщину, а свое состояние рядом с ней. Поэтому настоящая женщина – это вовсе не самая красивая, которая соответствует этому стандарту, вовсе не самая умная и уж вовсе не самая успешная в социальном плане. Настоящая женщина дарит мужчине не ум, не красоту, не тело, не успехи, а состояние, состояние комфорта, радости, мира. Женщина, которая создает у мужчин особое состояние, мужское, всегда будет любима. Это состояние она создает, наслаждаясь обществом своего мужчины, восхищаясь им. И к этому особому состоянию мужчина будет тянуться, как магниту, навсегда. Спасибо большое, Людмила Федоровна. Мы говорили о социальных стереотипах. Будьте счастливы. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»